Субтитры сделал DimaTorzok Крупные караси, и окунь, и голавль, и жирная роскошная щука, которая уже начала вынашивать икру, будут на крючке, если правильно подобрать снасти, а также основательно подготовиться к осеннему сезону. Ведь сама погодка зовет выбраться на реку, чтобы отдохнуть в последних теплых солнечных лучах с удочкой или спиннингом. И провести на берегу, можно хоть целый день, поскольку уже не мешает летний зной, а морозы еще не наступили. Золотое межсезонье, наверное, любят многие рыбаки, поэтому встретить сегодня их можно почти на каждом водоеме. При этом каждый будет вооружен по-своему. Среди рыбаков бытует мнение, что с похолоданием воды малек уходит на глубину, а за ним – и щука. А раз так, то в октябре щуку надо искать обязательно в ямах. Те, кто безусловно придерживаются этой точки зрения, забывают, что уход рыбы от берега происходит не сразу, не в течение одного дня, а занимает достаточно длительный период времени. Конец октября для ловли щуки время очень интересное. Ее можно встретить в реке почти в любой точке, и у зарослей отмирающей травы, и на бровках, и уже в ямах. Причем, складывается впечатление, что щуки начинают уходить в глубину как бы по ранжиру, первыми самые крупные, а потом все более и более мелкие. Пока ночные похолодания не переросли в морозы, очень удачно можно ловить щуку вдоль травы, оставшуюся там, где она опустилась на дно, и над ней. Когда смотришь на траву, оставшуюся с лета, создается впечатление полной безжизненности. Не плавает малек, не видно ни одного всплеска, а раз так, то думаешь, и делать тут нечего, вся рыба на глубине. Но это не так. Мне кажется, щуки оставляют заросшие места последними и очень похоже, что так оно и есть. Помню, года два назад, я решила проверить это и захватила на рыбалку, кроме обычного спиннинга по плавочную удочку и немного червей. Все происходило на одной из рек, впадающих в Волгу. Выбрав участок с пожелтевшим камышом, я взяла удочку и попыталась поймать на червя хоть кого-нибудь. Пройдя метров пятьсот по берегу, я потратила на это занятие около часа, все безрезультатно. Я забрасывала червя вплотную к камышам, в окна между водорослями, пыталась ловить над ними, меняла глубину, никакой поклевки. Похоже было, что все таки мелочь полностью покинула свои летние стоянки. Но когда я, чтобы согреться, взяла в руки спиннинг, на этом же участке у меня состоялись три щучьи поклевки. Почему щуки оставались на старых летних местах, в то время, когда малек уже отошел от берега? До конца я этого так и не поняла, но возможно, они ждали, когда малек вернется. Ведь помимо сезонных миграций, существуют еще и суточные. Я пыталась поймать малька утром, когда было еще очень холодно. Днем, когда вода немного прогревается на мелководьях, видимо малек возвращается. Его-то, очевидно, и ждали щуки, не желающие гоняться за ним по всей реке. Ловля в таких местах достаточно сложная в техническом отношении. Глубина здесь обычно не больше метра, плюс на дне лежат водоросли, так что для проводки остается всего не более полуметра. Да и из воды местами торчат остатки растений. Но когда удается провести блесну без зацепа через коридор чистой воды, очень часто появляются поклевки. Правда, на большой экземпляр здесь рассчитывать не надо. Максимум килограмм, да и то редко, а так, 500-600 граммов. Часто не хуже железной классики ловят и воблеры. Кстати говоря, для многих рыбаков воблеры – сугубо летняя приманка, но при правильном использовании они продолжают приносить щук буквально до ледостава. И именно при ловле вдоль травы, но не у самого берега, как это было летом, а там, где глубина составляет не менее метра, а лучше – полтора. Из всего арсенала воблеров для этих целей подходит немного. В основном, только плавающие модели и суспендеры. Суспендеры – это такие воблеры, которые при проводке не всплывают и не опускаются на дно. С расцветок, как показывает практика, лучше всего работают приглушенные, даже блеклые краски. Возможно, это связано с тем, что с похолоданием вода становится более прозрачной, и яркие краски, которые привлекали щуку летом, начинают их отпугивать. С ловле на воблеры связана еще одна закономерность, в существовании которой я убеждалась не раз. Летом, при ловле на воблеры вдоль трав, я, как правило, использую тонкую плетенку, Разница в количестве поклевок при ловле с моножилки и с плетенкой практически нет, а выдирать застрявший в траве воблер с помощью шнура значительно легче. А вот при ловле поздней осенью разница между моножилкой и плетенкой становится заметной, даже принципиальной. Количество поклевок при использовании шнура в несколько раз меньше, по сравнению с моножилкой. Эту закономерность я наблюдаю уже в течение нескольких сезонов. Может быть, и в этом случае все дело в более прозрачной осенней воде, в которой плетенку хорошо видно. Есть еще одна мысль о склонности осенней щуки. Она заключается в том, что осенью для щуки обязательно нужна большая приманька. С одной стороны, это понятно. С понижением температуры хищник начинает более рационально подходить к питанию и предпочитает выбирать более крупную добычу. А щука может без проблем заглотить малька, что составляет треть ее массы. Именно поэтому на водоемах можно встретить рыбаков, которые пытаются ловить приманками, рассчитанными, как минимум, на крокодила. Но при этом совершенно не учитывается то, что хищник при выборе жертвы руководствуется не столько ее реальными, видимыми линейными размерами, а тем образом создаваемым его под влиянием всех органов чувств и, в первую очередь, боковой линии. А это значит, что хоть и небольшая приманка, но которая активно играет, может создать у хищника образ значительно большего объекта, вполне достойного атаки. Пожалуй, лучшая ловля осенней щуки случается на выходе из мелководных заливов. Летом такие заливы киш-мя-кишат мелочью. Здесь среди травы и водорослей рыбки чувствуют себя в полной безопасности. Но осенью, с понижением температуры мелочь, стремится уйти на глубину. Как правило, такие заливы имеют всего один, довольно узкий выход, и когда через него устремляется масса малька, на пути у него собираются десятки щук. Они курсируют по всей глубине и стараются ничего не пропустить. Тут уж не до осторожности. Если кому повезет оказаться со спиннингом в таком месте в нужное время, то эту рыбалку он никогда не забудет. Возможно, именно после таких случаев среди рыбаков возникают легенды о настоящих щучьем шабаше. Когда в одном месте собирается огромное количество щук самых разных размеров, хватают без разбора любые приманки. Где же еще можно поискать щуку в октябре? Во всяком случае, не в самых глубоких местах водоема. Хищника там пока почти нет. Нет его и у основ глубоких бравок. Пока щуке там еще нечего делать. Она потянется туда, когда температура воды опустится до 3-4 градусов. В октябре щуке, да и другим хищникам надо активно кормиться. Как говорится, накапливать жирок. А где они это могут сделать? Только там, где держится нынешний малек. И не потому, что его проще поймать. Просто в реке его все еще больше, чем рыб другого размера. А малек же, уйдя с мелководья, от отмирающих, гниющих растений, совершенно не стремится уйти как можно глубже. Ему необходимо найти любой новый приют, и очень часто он находит его вблизи первой бровки, около подводных коряг. По-моему, до наступления настоящих зимних холодов наиболее перспективна ловля щуки именно здесь, на глубинах 3-4 метра. Но ловля возле верхней бровки, совсем не означает, что дальнобойные снасти можно оставить дома, скорее наоборот. Очень часто бывает, что хищник действительно стоит именно там, где и предполагается, у верхней бровки, но не у ближайшей, а у противоположной. Здесь уже успех рыбалки напрямую зависит от качества снасти и умения рыболова ею пользоваться. При ловле хищника на максимальной дистанции, лучше работают приманки небольшого размера, но имеющие при этом активную игру. Силиконовые приманки. Такой вид приманки обязан иметь осенью каждый уважающий себя рыбак, собравшийся за октябрьской щукой со спиннингом. Особенно, если местность для ловли выбрана незнакомая. Поскольку обрыв подобной наживки не станет трагедией, а изучать новое дно возможно придется в мутной воде на неизвестной глубине. Где может быть мусор в виде корней, коряк и тому подобное. Именно в таких условиях силиконки станут первопроходцами, которые сэкономят средства на качественные и весьма дорогостоящие блесна или воблеры. Но поклевки равно как и сам уловщуки на приманки из силикона всегда ставят рыбака довольным, а вполне возможно, даже порадуют трофейными экземплярами. Поэтому, надо отбросить все предрассудки и страхи в отношении данного вида наживки, если таковые имеются. Запасайтесь качественными снастями, а также различными наживками и тогда даже самая огромная щука не спрячется и не уйдет от вас. Куда бы вы за ней не отправились. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи! 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 Удачи!